здравствуйте уважаемые любители ножей зрители нашего видео канала сегодня хочу немножко напомнить о том какой должен быть охотничий нож и не просто охотничий нож а нож для тех людей которые например держат скотину держат барашков дома там держат телят быков потому что их приходится разделывать их приходится снимать шкуру охотничий нож основное назначение охотничьего ножа если это не таежный нож который общего назначения это снимать шкуру клинок должен быть вот размером он может быть с дробчиком может быть без дробчика но размер должен быть вот такой можно сделать любой там опрос общественного мнения среди профессионалов среди профессиональных мясников профессиональных охотников профессиональных забойщиков скотины те кому приходится именно работать со зверем и все в принципе плюс минус скажут то же самое единственное кому-то нравится больше с дропом в том числе и мне потому что зашкуривать удобней кому-то нравится прямая классика что касается стали что касается стали здесь есть несколько ну таких практик именно даже они теории какая лучше я знаю например многих мясников многих охотников которые предпочитают ножи из стали 65 х 13 потому что она мягкая есть брусочек он режет поправил опять режет затупился ему несложно он поширкал поправил есть люди которые любят как особенно люди которые занимаются не совсем легальной добычей так я мягко сказал животных где размусоливать и сидеть свободно некогда там нож должен выполнять лося уронил его надо по-быстрому ободрать разделать внутренности убрать все это утащить загрузить и увести и времени на это немного так как сами понимаете по нашим законам незаконные добычи лося это уголовное дело так вот для них нож все же нужен для вот такой охоты нужен нож все-таки из более жестких металлов ну и многие охотники которые легально занимаются ну нравится им чтобы нож был форма вот я вам показал грибник этого тест 390 это вот до 2 я пакетик снимать не буду это резина пластик который сейчас одна из улетных моделей про это много видео не будут повторяться это станочный клинок но размер ножичка смотрим далее далее очень популярная тема тот же грибник у 8 чем хороша из заточки очень долго работает и чуть поправил если с q все-таки в полевых условиях править долго но она и поработает я скажу долго но тем не менее то 8 брюшной ковки он достаточно оптимально 9х с еще лучше но мы сейчас про форму сталь вообще у каждого есть свои любимые сталь но вот знаете мы в принципе потребности в сталях перекрываем вот я вам сейчас d2 те кто любит d2 пожалуйста ручная ковка у 8 из относительно бюджетных ну да с 390 он дорогой вот шикарный нож панда с дробчиком спуски идут от обуха из дамаска резак замечательный дамас кстати он тоже на разделке очень хорошие если но он немного хрупковатый то есть сильно в кости не лезьте не рубите резак замечательный единственно то что подвержен все-таки коррозии и надо его протирать но многие вот у нас пользователи многие охотники отмене напрягает я протер ножны у меня постоянно вообще жиром пропитные домой пришел ну вот здесь чуть-чуть капелька появилась почистил нулевочкой да и все зато режет работает это нож панда те даже не пленюсь ее развернул потому что модель очень достойная сейчас ее стали заказывать все больше и больше то есть она очень такая скажем опять же смотреть размер кинка какой до смотрим несколько другая рукоять но размер все тот же мы сейчас говорим о ножах для профессиональной разделки зверя для разделки обдирки разделка чисто разделка это надо узким ножом это лучше якута венг там до какой-то но обдирка наша задача обычно все равно идешь в лес все равно есть топорик в рюкзаке или на поясе которым где-то кости какие-то можно тяпнуть ну топориком обдирать конечно наверное можно чистилитически если не чем но сложно и вот например северный нож то же самое вот я вам сейчас просто я тоже сейчас тогда разглуплю уж было не мусорить вот смотрите обратите внимание размер клинков вот напишите в комментариях что вы по этому поводу думаете я сейчас даже не говорю я вам даю просто добрый совет особенно охотникам начинающим которые будут охотиться вот из этого размер надо выбирать я не говорю что обязательно у нас нож купить нет это сейчас общая частенько мне часто иногда снимаю такие видео чтобы ребята которые начинали охотиться они не тратили деньги и не покупали сразу саблю не надо она только мешаться вам будет и потом вы будете лет лет через десять а может и раньше через пять смеяться на свои взгляды которые у вас были и последние научили меня на севере когда мы охотились я про этот случай очень часто рассказываю но повторюсь как они проверяли ножи я приехал когда на охотбазу привез несколько ножей в подарок и егерь сразу подбегает берет палку и начинает один пробовать раз два раза строгнул второй третий а это мой и все вот я говорю все давай копеечку он ушел и по остаточному принципу я спросил что он делает он говорит как нож строгает деревяшку насколько он комфортно настолько комфортно он будет работать в жиру и по шкуре то есть и вот сейчас даже ну коротко вместе мы посмотрим и сделаем все таки вывод берем нож классическая рукоять любой хват видите это северный как инструмент цены нет в работе клинок размер под съемку замечательный пробуем ощущением пробуем следующий сейчас вам скажу свое мнение интересно верстать вот на видео сложно наверное передать так сейчас есть соображение но но вы знаете вот эти ножи вообще рез комфортный сейчас без нажима все вот пробовать вот ну вот сразу раз два нет все таки это лучше так вот я бы им сейчас раздал если бы я мне я не знаю стали ничего да передо мной положили вот эти ножи я вот тот случай да когда егерь выбирал чего ему повкусней то есть я бы после вот этого быстрого хотя они очень скажем так все близко ну вот вот я бы взял с q ну опять одно дело бесплатно взять другое дело купить она стоит дорого следующая у 8 ручной ковки потом d2 потом дамаск вот он режет своеобразного может быть как-то по мясу пойдет режет хорошо а а вот этот но вот этот нож он всего еще раз попробую по идее это одна и та же сталь но просто конкретно вот этот вот его я как бы брал со склада его видимо где-то ударили немного он сейчас с к и и поправлю грана с к строгает как точилка слышите звук по по стали идет как напильник в общем даже брусок не надо покупаете нож из стали с 390 там в районе 20000 и берете за 8 и вот этим ножом можно вот этот направлять как удобно чушьте звук здесь просто есть такой замен видимо почему-то ударили ну-ка все нож пошел в принципе я вам показал как выбрать и проверить охотничий нож не надо для этого рубить гвозди кости это вся фигня всякие фокус когда я показываю там всякие кружки протыкаю ведра протыкает все здорово но для охотничьего ножа это не надо это такая такой популизм все-таки вот наш очень достойно себя ведет просто даже не знаю я даже второе место ему дал ну вот прямо моника нету тут понятно вопрос нет немножко затягиваю видео ну вот даже мне трудно сейчас я это поправил мне даже трудно вот то ли ручная ковка то ли вот вот это вот до 2 ну понятно это получше немного получается хотя стоит в три раза дороже но все же получше я что-то в азарт вошел мне хочется все таки для себя определиться нет ручная ковка лучше ну вот примерно я уже сейчас я когда снимаю я вхожу в этот в азарт в азарт в азарт то есть смотрю ну самому же интересно вот резюме фирм это фильм это фильм какой ножи для охоты должны быть вот такого размера да и не только для охоты для большинства работ потому что с собой саблю таскать не не надо вот они и если даже вам по каким-то причинам мне нравится наша компания русский булат не вопрос будете где-то заказывать вот должен быть какой размер а а проверять если это будет выставка или вы приедете скажем так на предприятие построгайте деревяшку и тот нож который комфортно пойдет в дерево тем вы будете потом работать и радоваться вот такой добрый совет еще раз говорю на охоте я с 89 года официально а неофициально еще четыре года минус соответственно с 85 уже ловил капканами да и с ружьишком с отцовским ходил все греха таить всего доброго до свидания а